Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Иоанна Затаустова. Не будем ослабевать духом, когда просим что-либо у Бога и долго не получаем. Ибо хотя бы мы ничего не получили от Него, одно продолжительное собеседование с Ним, не следует ли считать стоящим бесчисленных благ. Но постоянная молитва, говоришь, трудное дело. А какое из добрых дел, скажи мне, нетрудно? Да в том-то скажешь и затруднение большое, что с пороком сопряжено удовольствие, а с добродетелью труд. Я думаю, многие на это ищут объяснение. Какая же тому причина? Вначале Бог даровал нам жизнь, свободную от забот и чуждую трудов. Но мы не воспользовались, как должно было, этим даром, а развратились по нерадению и лишились рая. Тогда-то Бог садил жизнь нашу притрудную, и в оправдание свое предродам человеческим, как бы так говорит. Я даровал вам сначала наслаждение, но вы от своей воли соделались худшими, посему я определил наложить на вас труды и пот. Когда же и труды не обуздали нас, он дал закон, содержащий в себе многие заповеди, наложив на нас, как на коней неукротимых узды и путы, дабы удержать порывы, как делают укротители коней. Вот почему жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется козлу. Положим, например, что человеку целомудренному или отличающемуся какой-либо добродетелью не нужны были бы никакие подвиги, а он бы и спал, и однако во всем успевал. К чему бы привело такое ослабление? Не к гордости ли и высокомерию? Для чего же, говоришь, со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелю великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать, или за что же бы ты получил награду, если бы это было дело нетрудное? Я и теперь могу указать многих таких, которые по природе отвращаются от смешения с женщинами и убегают, как ничего-нибудь скверного, самой беседы с ними. Но скажи, пожалуй, называть ли их зато целомудренными, и будем ли мы их увенчивать и прославлять? Никак, ибо целомудрие есть воздержание, и при побеждении похоть и борьбой. Так и на войне, чем сильнее битва, тем блистательнее тогда бывает и торжество, а не тогда, когда никто и рук не поднимает. Если много из мирных по природе людей, можем ли мы называть их кроткими? Никак. Таким образом и Христос, говоря о трех родах скопцов, два из них оставляет без венцов, а один вводит в царствие. Да для чего, скажешь, нужно зло? И я тоже говорю, но кто же виновник зла? Кто другой, как не наше произвольное нерадение? Но надлежало бы быть, говоришь, одним добрым. А какое свойство добра? Трезвиться и бодрствовать ли? Или спать и предаваться беспечности? А почему, скажешь, не признан за лучшее, чтобы добро делалось без труда? Такие слова свойственны животным и чревоугодникам, которые почитают Богом свое чрево? Что это славоленность? И вот суди. Если бы где-нибудь властители, военачальник были, и властитель спал бы и пиршествовал, а военачальник с великими трудами одерживал бы победы, кому из них ты вменил бы славу? Кому принадлежал бы плод радостных событий? Видишь, что душа более расположена бывает к тому, в чем более труждается. Посему и Бог соединил с добродетелью труды, желая прилепить к ней душу. Потому-то мы удивляемся добродетели, хотя сами ее и не исполняем, а порог порицаем, хотя он кажется и весьма приятен. А если спросишь, почему мы не удивляемся людям добрым по природе, а более тем, которые таковы по свободному произволению, это потому, что справедливость требует предпочитать трудящегося, нетрудящемуся. А почему, скажешь, мы ныне труждаемся? Потому что жизни без трудов ты не хотел вести благоразумно. Если исследовать внимательно, то ведь бездействие без того обыкновенно развращает нас и причиняет много трудов. Например, оставим в заключении какому-нибудь человека и станем только кормить его и наполнять его чрево, не позволяя ему ни ходить, ни заниматься каким-либо делом. Пусть он наслаждается трапезой, ложем и постоянно присыщается. Может ли что быть несчастнее такой жизни? Но иное дело, скажешь, заниматься чем-нибудь, а иное трудиться. Ведь можно же было тогда в раю делать без трудов. Не так ли? Конечно же так. Этого Бог и хотел. Да человек сам не стерпел. Бог повелел тебе возделывать рай, назначив в этом тебе занятие, но не присоединив к этому никакого труда. А если бы и вначале у человека был труд, то после Бог не возложил бы на него труда в виде наказания. Ибо можно делать и не труждаться, как то свойство ангелам. А что они занимаются делом? Послушай, как говорит о том Писании, Псалом 102. «Крепкие силы, исполняющие Слово Его». Теперь недостаток силы делает нам много трудов. А тогда этого не было. Но Писание говорит. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Не войду с покоя Его». Евреям 4.4. «Разумея, здесь не бездействие, а не трудность дела. Ибо Бог еще и ныне действует, как говорит Христос. Иоанна 5.17. Отец мой до ныне делает, и я делаю». Итак, убеждаю вас. Отложи всякое нерадение, поревновайте добродетели. Его удовольствие порока кратковременное, а скорь постоянно. От добродетели же, напротив, радость нескончаемая, а труд только временный. Добродетель еще прежде получения венцов утешает своего труженика, питая его надеждами. А порок еще прежде будущего наказания казнит своего делателя, терзая и устрашая его совесть и заставляя смотреть с подозрением. А это не хуже ли самих великих трудов, всякого изнурения? А если бы даже этого не было, а было бы одно удовольствие, может ли что быть ничтожнее такого удовольствия? Оно как скоро является, так и исчезает, уведая и убегая прежде, нежели успеем возобладать им. Разуметь ли здесь удовольствие плоти или роскоши или богатства? Ибо все это каждый день непрерывно стареет. А когда последуют еще и наказания, и мучения, что может быть несчастнее людей, предающихся пороку? Итак, зная это, будем терпеть все ради добродетели. Таким образом, мы сподобимся истинной радости, благодатью и человеколюбием Господа нашего, Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. И с 36-й беседы на Иван Гриана Богослова. Аминь.